Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал Алиэкспро Игра АФК Арена. И в этом выпуске мы проведем обзорчик новых героев. Ну, в качестве варианта, где их можно получить, немножечко обсудим их, как сказать, предоставим вам общее мнение и тему для дальнейших дискуссий. А также предоставим вам карту прохождения нового чудесного путешествия Долина Эха. Но прежде чем начать, попрошу вас поставить лайк под видео для продвижения этого самого видео и игры в целом. Итак, начнем, пожалуй, с халявных героев, а именно в отчествовании фанатов. Герой Флора доступен бесплатно, то есть просто нажимаем и получаем возвышенного героя фракции небесных жителей. Мнение по поводу этого героя разделилось. Большинство, конечно, его как-то не поняли сразу этого героя, то есть, скажем так, приняли как очередную пустышку. Но среди этой фракции, вот давайте зайдем в портретики, да, вот. Среди этой фракции еще не было плохих героев. Да, были те герои, которых не все игроки могут себе позволить, могут собрать. Но в целом, в целом, все герои были хороши и вполне возможно, что именно Флора станет очередным дополнением, качественным дополнением к этой фракции. Но некоторые игроки утверждают, что да, действительно хороший персонаж и может стать очень мощным урончиком при должном прокаче. Итак, переходим ко второму персонажу. Второй персонаж, вот смотрите, заходим в магазин. Вот, и любые магазины, которые у нас здесь есть. Гильдия, казармы, магазин лабиринта и турнир претендентов. Появилась здесь вот такая вот строка на всех вкладочках в качестве объявления. На Каруру получить бесплатно. Но бесплатно это мы получили Флору. Вот здесь же мы все-таки ее бесплатно не получаем, а доступна она к обмену. Не совсем корректно засудить могли бы в Штатах за такую рекламу бесплатно. Так, оплата будет проводиться жетонами гильдии, лабиринта и арены. То есть, это основная у нас будет валюта. Причем, что характерно, количество этих самых осколков, которые мы можем приобрести, максимум 70. То есть, нам необходимо 60 осколков и получим этого персонажа. Но при этом, 50 из них это будут осколки из лабиринта. Но если мы собрали все остальные, то достаточно будет всего лишь 40 осколков. Так, сколько у нас тут получилось? Сейчас я смогу взять, к примеру, смог бы взять почти 10 осколков. То есть, нам выходит нужно 160 тысяч жетонов. И мы соберем минимальную сумму в 40 осколков. Начнется событие, или же продажа этого героя, если быть точным, 54 дня, то есть через 55 дней. Но что-то мне подсказывает, что вот не все смогут собрать такое количество жетонов. В среднем, в среднем вот собираем за месяц. Это если нет вот этих двойных лабиринтов. Где-то 45 тысяч, наверное, и собираем. Ну, может, чуть больше. Когда как там, когда повезет с боссом, когда не повезет, ну, 60 максимум. Когда повезет с врицом, и он действительно накинет нам еще 3000 жетонов за прохождение. Сам же персонаж действительно интересный. И кому будет интересно его потестить, вот герой из чужих измерений, он доступен 7 дней для просмотра. Также его можно купить по скидке. Сейчас скидка составляет 50%. И стоимость героя примерно 50 долларов в среднем. По регионам, где есть эта игра. Итак, переходим в темный лес. Чудесное путешествие. Что нас здесь ждет? Чем примечательно конкретно это чудесное путешествие? Так. Долина Эха. В долине Эха полно извилистых тропок и очень мало деревьев. Мало что может выжить в такой местности. Ну, странно, да, тропки есть, деревьев нет. Что-то как-то очень-очень все подозрительно. Кстати, среди наград довольно-таки жиденько. На фоне последних событий, на фоне последних вот крутых там нам сундуков давали, героев там всяких разных. То здесь довольно жиденько. Но это скорее всего из-за того, что мы зажрались уже. То есть уже тысяча кристаллов. Нам это уже не нужно. Это уже мало. Вот. 60 осколков элитного героя тоже как-то что-то не то. Вот. Ну и 10 фракционных свитков. Это вообще сейчас ни о чем. Как бы никого не удивишь. Но, тем не менее, для прокача очень хорошо насыпают пыльцу и опыт. Но, насчет этих сундуков, пыльцы и опыта. Это хорошо для игроков, которые уже продвинулись далеко по карте компании. И, соответственно, имеют большой коэффициент получения этих наград за один рабочий час. Так, Ик-Ик. Короче, Ларсан разговаривает, видимо, подвыпившим. Мистером. Ригби. И те там что-то где-то ищут. Примечательно в этой карте то, что здесь у нас нет пушек в привычном их исполнении. А здесь есть вот такие вот таранные катапульты. Таранными катапультами эти вот катаем шары, разбиваем препятствия. И открываем путь к новым локациям. Но, есть мнение, что можно здесь и запороть все прохождение. То есть, не там использовать определенный шар. И все, в итоге мы там запороли прохождение. Придется проходить все по-новому. Поэтому, многие игроки уже постарались и предоставили нашему, на наше образование, вот такую вот карту. Вот выглядит она вот так вот, на английском языке. Но здесь никаких пасхалочек нет. Ничего прям вычурного такого вот, мудреного нет. Просто валим всех тех персонажей, все эти команды противника, которые открыты. Те, которые закрыты, используем камни, используем какие-то триггеры. Вот по шагам они расположены. Старт, это единичка, сразу нажимаем. Потом двоечка, тройка, ну и так далее уже по карте. Карта эта будет выложена в нашем сообществе на ютуб канале и в группе ВКонтакте. То есть она мне досталась уже в плохом качестве, поэтому сейчас скриншот не уверен, что получится более какой-то качественный у вас. Поэтому ищите, конечно, в группе и в нашем сообществе. Ну что ж, друзья. А на этом основная часть этого выпуска подошла к концу. Вот. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. А в следующем выпуске вас ждет полное прохождение этого события. Вот с комментариями по возможности, которые там будут возникать. Но проходить я уже собираюсь, конечно, на втором аккаунте. Потому что проходить на прокачанном аккаунте любой сможет игрок. А вот на средненьком аккаунте часто у игроков возникают проблемы с прохождением каких-то определенных боссов, каких-то определенных команд. И как сделать так, чтобы не допустить этих самых проблем. Я вам и расскажу. Ну, а на этом пока все. Пока-пока. И до встречи в новых выпусках.